Всем привет, с вами Вику, и добро пожаловать на мой канал! И, боже мой, у вас уже 500, и поймите меня правильно, это моя первая юбилейная цифра, и для меня это очень много значит, то, что вам кажется, что контент, который я вам предлагаю, вам достаточно интересен, поэтому я решила, что нам пора бы уже познакомиться поближе, и поэтому сегодня будет видео 20 странных и не очень фактов обо мне. Ну, если вам вдруг кажется, что я офигеть какой интересный человек, то оставайтесь со мной и узнаете что-нибудь новенькое. Первый факт. Меня зовут Виктория, как можно было бы догадаться, мне 24 года, и, не знаю, если вы наблюдательный, если нет, но я все же повторюсь, я латышка, ну как латышка, я из Риги, я из города Риги, это столица Латвии. Второй факт заключается в том, что я никогда не планировала, что я буду жить во Франции, и более того, мне никогда особо сильно не нравился французский язык, и до сих пор я к этому языку отношусь достаточно холодно и как к инструменту, чтобы общаться и учиться. И я начала учить французский язык в пятом классе, но в седьмом классе я уже настолько сильно его не любила, что когда я поменяла школу той, где был французский язык, на той, где не было французского языка, и папа мне сказал, слушай, а давай ты пойдешь в французский и будешь продолжать учить французский, я сказала, что не будет моей ноги во французских школах, я вообще никогда не буду поступать во Франции, никогда там не буду жить, поэтому мне это нафиг не нужно. Подавала документы на высшие учебные заведения в Дании, в Шотландии, но вообще никак не могла представить себя во Франции, но ироника судьбы заключается в том, что теперь я живу во Франции, учусь во Франции, говорю по-французски, и веду свой YouTube, тоже благодаря тому, что я оказалась во Франции, в общем, короче, никогда не говори никогда. Вот, еще один факт, я никогда не представляюсь как ни русская, ни как латышка, я всегда уточняю, что я из Латвии, но я русскоязычная, или я русскоязычная, но я не русская, и я из Латвии. Для меня это является принципиальным моментом, потому что я не ассоциирую себя ни с Россией, но также, чтобы быть латышкой, мне кажется, нужно быть более латышкой, я вообще не знаю, кто я по национальности, потому что у меня кровь-фтосборная каша-малаша из всего региона, ну, из всего прибалтийского региона, это белорусы, русские, латыши, латгайцы, литовцы, пруссы, кого там только не намешано, мне кажется, даже немного немецкой, прибалтийская и немецкая кровь есть, поэтому, как бы, я решила, что я прибалтка, ну, вот, как бы, с паспортом латышки, говорящая по-русскому, вот и вся история. Факт номер четыре, я разговариваю на четырёх языках, точнее, на пяти, точнее, на четырёх я разговариваю, это латышский, русский, английский, французский и чуть-чуть на немецком, но на немецком мне, конечно же, сложнее, потому что я его уже забыла, и у меня нет практики, если бы я практиковала больше, наверное, да, я бы лучше говорила по-немецки, но сейчас нету ни повода, ни времени этим заниматься, но я надеюсь, в один день всё-таки, может быть, немножечко начать прохлады дойчь. Пятый факт, я достаточно высокий человек, мой рост метр восемьдесят три, то есть я выше не то, чтобы средней девочки, а выше среднего мальчика, мне кажется. Шестой факт, мне кажется, что у меня достаточно северный менталитет, и я об этом догадывалась ещё, когда я находилась в Латвии, но там это немножко проще ощущается, потому что, ну, плюс-минус половину людей такие же, как я, но с большей степени я это поняла, когда я переехала в Францию, потому что именно здесь я начала чувствовать, что люди прям беспардомно врываются в моё личное пространство, вот так вот подходят, а целоваться в обе щеки до сих пор, ну, уже не столько стресса, сколько, ну, для меня это не важно, для меня это лишнее всё-таки, но я это делала, потому что это культурный код общения, я не люблю, когда мне, ко мне близко подсаживается, и очень часто смешно бывает, что если ко мне француз какой-то подсаживается, ну, вот на учёбе там что-то делать, я намеренно отсаживаюсь, он не осознавал, он ко мне подсаживается всё ближе, и это достаточно и комично, но я очень злая в такие моменты, ну, и также это сказывается на том, что я достаточно спокойна, не то чтобы я интроверт, но я неэкспрессивный человек, я молчалива, я держу дистанцию и душевную, и так далее, то есть если вам нужно быть моим другом, вам понадобится некоторое время, чтобы я к вам привыкла, и я считаю это нормально. И мы плавно переходим к следующему факту, я человек с северным менталитетом, и что с северным типом кожи, ну, мне так кажется, я достаточно бледный человек, что на самом деле не является большой проблемой для меня, потому что, ну, как бы, что там, взял самый светлый тональник, или на один тон темнее, чем самый светлый, и пошёл, и у тебя всё прекрасно намазили в жизни, но проблема в том, что я очень тяжело переношу жару и прямые солнечные лучи, то есть мои первые ожоги я получаю, ну, наверное, плюс 24 должно быть, и я всё, я обгораю, я вся красная, у меня, может быть, макушка вся красная, я могу получить солнечный удар, более того, где-то неделю назад на тебе было плюс 20, и это как бы не жарко, это даже больше прохладно, чем тепло, и у меня были часы здесь, плюс 20, напоминаю, у меня небольшой загар остался, поэтому, как бы, я тот самый человек с бледной кожей, который, к сожалению, не испытывает большого удовольствия, находясь на пляже, я не могу загорать, я даже в тени в жаркую погоду получаю солнечный удар и ожог, я не знаю, как это происходит, но вот такая вот ситуация неловкая со мной. Восьмой факт, я очень люблю петь, но я не уверена, насколько я хорошо это делаю, но тем не менее, это меня никогда не останавливало, чтобы сидеть и печатать в ютюбе, окей, караоке, диснеевские песни, это прям очень мне нравится, и, друзья, мне очень жаль, если вы мои друзья, вы постоянно послушаете, но это часть меня. Девятый факт, я латентный задрот, с 10 по 12 класс я себя полностью посвятила одной игре, Рагнарёк. Те, кто знает, можете сразу ставить лайк. Вот, я там качала очень долго своего персонажа до определенного уровня, и я перестала играть не потому, что мне надоело играть, а потому, что в игре произошли новые видения, с которыми мне было тяжело смириться, чисто политическое решение больше не играть в эту игру. Также я до сих пор мечтаю себе приобрести Nintendo DS, чтобы играть нормальных пацанских покемонов, а не вот этих хипстерских Pokemon Go, это вообще я не понимаю. Но я очень боюсь, что у меня времени на это просто не хватит, либо я уйду туда, либо я совсем заброшу свой канал. Ещё я понимаю Панч Лайна из Наруто, а ещё у меня есть друг, который сам придумал карточную игру, нарисовал карточки, и это просто апогей задротство, но вы представить себе не можете, насколько это увлекательно сидеть и играть в эти карточки. Вот такая вот история. Десятый факт. Я занималась теннисом и фигурным катанием. Бросила фигурный ткань, потому что ломала копчик. Одиннадцатый факт. Я кофе-зависимый человек. У меня не бывает такого понятия, как слишком рано пить кофе, слишком поздно пить кофе, и ты выпила уже слишком много кофе, ты сделал... Я не знаю, просто кофе, ну это прям моё... Я не знаю, мне кажется, если я не буду пить кофе, то я просто... Я выключусь. Двенадцатый факт. У меня есть какая-то тяга к актёрскому мастерству, что ли? Я не знаю, как это правильно рассказать, но в своё время я ходила в театральный кружок, и мне это очень вставляло, учить роли, вот играть на сцене, там, кьесу Генри или неу Генри, неважно что. А потом я играла в КВН в школьной лиге, один раз мы играли в Лиге Риге, и мне прям очень это нравится, писать сценарии, вот эта вся закулисная история, закулисная жизнь, и потом вот выходить, и что-то вот заставлять людей смеяться, ибо наблюдать за тобой. Мне это вот очень сильно нравится, и мне кажется, то, что я веду YouTube, это отчасти как бы один из факторов, почему я этим занимаюсь, потому что мне нравится вот публичное выступление в каком-то смысле. В детстве я ненавидела кукол, но обожала играть с динозавриками. Четырнадцатый факт, ирония, сарказм и самоирония, это все обо мне и про меня, особенно самоирония, я как замечаю за собой, что в самые какие-то такие стрессовые ситуации лично для себя, я скорее всего отшучусь, пошучу сама над собой, но это такой уровень, ну это такой юмор, знаете, вот на грани дефолта, мне кажется, вообще весь мой юмор, он достаточно специфический и очень жесткий, мне приходится очень часто фильтровать, что я должна сказать, потому что мой юмор, он ходит вот по такому тонкому лезвию, где с одной стороны, о чем можно жутить, а с другой стороны, за что я буду гореть в аду, и это очень большое счастье найти людей, которые понимают его юмор, из той секции, которая идет вот, юмор, за который я буду гореть в аду. Пятнадцатый факт, если у меня случается какая-то безумная, ну такая бытовая безумная идея, и она меня вот прям вот съедает изнутри, даже если у меня недостаточно аргументов в ее пользу, вот в пользу этой идеи, я все равно, скорее всего, пойду и это сделаю, потому что я больше всего на свете не люблю вот жить с мыслью, что вот что-то я могу сделать, но я почему-то этого не делаю, почему-то мне это нужно. Такое бытовое безумие на уровне о, этот диван плохо тут стоит, вот с той стороны он стал бы лучше, то есть я в эту же секунду пойду и его переставлю. Бытовое безумие, о, хочу начать учить немецкий, и я иду и учу немецкий, сама переписываю немецкие песни, зачем мне это нужно, я не знаю. Но вот мне хочется, чтобы я вот этим занималась, и вот я этим занимаюсь обычно. 16 факт будет о том, что у меня день рождения 16 декабря, и я не до конца уверена, нравится ли мне то, что у меня день рождения в декабре или нет. Как правило, погода плохая, но также город уже в такой предрождественской суете, все красиво, все блестит, и дико уютно, такое, как бы сказали, датчане хюге, но у меня день рождения 16 декабря. 23 декабря, ровно через неделю, у меня именины, про которые уже никто не помнит. Ровно через там два дня, полтора дня начинается католическое Рождество. Потом у нас что? Новый год. На Новый год я уже подарков особо больших не получаю, потому что, ну, как бы у меня недавно было день рождения. И потом опять Рождество. Ну, как бы такая череда праздников, в которых вот мой праздник все-таки теряется немножко. Не то, чтобы мне эгоист, мне нужно много внимания, но мне с детства было обидно, что, как правило, моим друзьям всегда дарили хорошие подарки. И на Новый год, и на день рождения. А мне из-за того, что все вместе, дарят хороший подарок только на день рождения. Вот. 17 факт. Я очень боюсь летать на самолетах. Прямо у меня развиваются все психосоматические расстройства, которые у меня есть. Но я очень люблю самолеты, и всю эту романтику связанную с авиацией. Вот вы можете меня отвезти в аэропорт, оставить меня там на день, и я потрясающе проведу время, просто смотря, как самолеты взлетают и садятся, как проходят мимо меня стюардессы. Это прям... Я не знаю, с чем это связано, как это объяснить. Но вот такая ситуация, что я очень люблю самолеты. Я с большим удовольствием покупаю билеты. Я смотрю с большим удовольствием, как они летают. Но боюсь летать. Очень сильно. Да. То это очень сильно влияет на качество жизни, если честно. Особенно для тех людей, кто планирует путешествовать много. Восемнадцатый факт. Я обладательница resting bitch face. И это как бы не столько проблем, для меня мне как бы все равно. Но я замечаю, что люди очень часто, как и во Франции, как и в Латвии, скорее всего, могут получить немного неправильное впечатление обо мне из-за моего resting bitch face, из-за того, что я высокая и может быть кажется, что я смотрю на людей с высока. То есть очень часто думают, что я злая, что я слишком серьезная, что я такая. А на самом деле, я не знаю, я могу там думать о каком-то из серии, не знаю, зависнуть на какой-то теме, которая абсолютно не является показателем того, что я серьезный человек. Не знаю, там, стою, вспоминая последнюю серию Family Guy или последнюю серию Adventure Time. Но при этом у меня лицо такое, как будто бы просто don't mess with me. И не скажу, что я сильно из-за этого страдаю, но просто люди иногда действительно думают, что я очень злой, высокомерный человек. Я очень сильно не люблю спорить. Я прям, точнее, как бы, если я знаю, что я права, 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 то, скорее всего, я права, права, права. Но вот прям спорить я терпеть не могу, и я, скорее всего, соглашусь с человеком, скажу, окей, правда за тобой, делай как хочешь, но сделаю я по-своему. И последний факт. Я не знаю, где я хочу жить, когда я закончу свою учебу. Так что, скорее всего, это будет какая-то страна с более северно-спокойным менталитетом, чем Франция, но это не точно. В общем, это были все факты, 20 фактов обо мне. Большое спасибо, что вы посмотрели. Надеюсь, вам понравилось. И теперь будем знакомы мы с вами поближе. Если вам кажется, что мы где-то с вами совпадаем в взглядах, в странностях и в привычках, можете об этом написать. А пока что, я вам пожелаю всего хорошего. Так что, безу-безу, отус. Всем вам хорошего. Пока-пока-пока.